Добрый вечер. Вы помните старый политический советский анекдот, когда вышло полное собрание сочинений Владимира Ленина, и там была очень важная поправка. Владимир Ленин перед Октябрьским переворотом, он же революция, пытался точно определиться с моментом, когда же нужно поднимать восстание рабочих. В этот момент к нему подошел маленький мальчик и сказал, Владимир Ильич, вчера было рано, завтра будет поздно. Как зовут тебя мальчик, Леня Брежнев, сказал он. Вот приблизительно в таких же метаниях, когда рано, когда поздно, прибывал не только Владимир Ильич, для того, чтобы перевернуть с ног на голову целую страну, но и на уровне маленьком, бытовом, прибывает большинство людей, которые задумываются о покупке автомобиля себе нового. И конец года как раз является тем самым рубежом, когда желательно как-то понимать, что же выгоднее, где будет максимальная скидка, где будет максимум преференций. В декабре или в январе. Когда рынок достаточно ровно себя ведет, ситуация не выглядит вот как-то совсем уже резко. Да, важно закончить год, и поэтому под конец, особенно скидывая товарные остатки, дилеры идут на всяческие пляски, на удары в бубен, достают специально со склада, немножечко присыпанные специальным тальком резиновые улыбки, одевают их на лица персонала, так вот веером раскидывают павлине хвост и начинают как-то пытаться закончить на красивой ноте год. Но когда ситуация стабильная, тогда и январь ведь тоже нельзя проваливать. И получается, что в январе остается придумывать какие-то новые выгодные предложения для той инертной массы, которая решила, что все-таки штампик в ПТС делает машину чуточку привлекательной при последующей перепродаже, и тем более наверняка не все продадут, поэтому можно будет прошлогоднюю как-то с особой дешевизной приобрести. И когда от года к году можно спрогнозировать в целом рост продаж или падение продаж, картина не то чтобы становится ясной, она ясна не может быть абсолютно никогда, потому что тем более, что маркетинг это такая лженаука, которая не имеет к данному предмету никакого отношения, хотя изначально маркетинг это изучение рынка, как раз и в том числе его потенциала. И вот именно сегодня, в декабре 2013 года, картина приобрела некую не то чтобы однозначность, но по крайней мере пару точек над различными буквами и все-таки приобрела. Во-первых, как развивались события именно 2013 года? Надежд было много, потому что 2012 закончили хорошо на рубеже практически в 3 миллиона. Нам статистически всегда не хватает 2-3 машин для этих 3 миллионов заветных, но по-любому в Европе второе место после Германии уже красиво. Во-вторых, мы всегда играем с цифрами с таким расчетом, чтобы как-то в общем выходило там, ну, наверное, все-таки 3. У нас, правда, статистикой занимается контора с несколько рискованным для русского уха названием АЕБ. И АЕБшники, они в статистику включают не машины, переданные финальному клиенту, то есть не нам с вами, а машины, отгруженные дистрибьютором, дилеру. Это не совсем продажи. Ну, так или иначе, это все-таки дает некое представление о ситуации. И вот мы почти под 3 миллиона закончили прошлый год, были надеждны на 2014 год, а ведь все работают по предзаказу. Никто же не делает машины просто так. Это же не АвтоВАЗ, которому план по валу, а дальше пусть они хоть сгниют в соседнем дворе. Нет. Все только под заказ. И дилер стоит совершенно в жуткой, нервной и очень истеричной ситуации, когда он должен предугадать, а сколько ему нужна машина в следующий год? А в каких комплектациях? А в каких цветах? И вообще, как сложится эта ситуация? И хоть гадалки идти, потому что других способов нет. И еще есть план. И под этот план подписываться или нет. Но в 2013 год все вошли с определенным оптимизмом. И подписались под планы, спущенные сверху. А план ведь он не снизу подается. Это не предприятие, которое приходит к головному офису и говорит, ну мы готовы продать 25 тысяч машин за год. Обычно сверху расстается такой окрик царский. Слышь, вы там эти, рабы на плантациях, ну-ка быстро нам 25 тысяч. Я говорю, ты что, барин, с ума сошел? Я говорю, смотри, что контракт на стол положишь. Там такие фашистские и очень суровые отношения. Но был определенный не то чтобы оптимизм, но были какие-то надежды. И на 2013 год заказали много машин, при том, что звоночек-то уже был. Потому что по сию пору не все машины 2012 года проданы. Представьте себе, они еще стоят на складах. На 2013 заказали, начали торговать, рынок начал проседать уже по весне. Обычно, ну да, январь хорошо непродажный, но февраль уже оживаем. А в марте? А в марте ничего такого. А в апреле ничего. А в мае? А в мае все уехали на картошку, потом у нас опять 25 дней праздника, потом лето. Жизнь не задалась. И получилось, что с одной стороны у большинства представительств все-таки какой-то кредит лояльности вдруг обнаружился в мозгу. Они перестали всерьез давить. Есть, конечно, такие одиозные люди, как там Синьор Горелли, который сейчас срочно доламывает и изо всех сил добивает дилерскую сеть джипа, Крайслера и Доджа. Остальные чуть-чуть более вменяемые. Планы снизили, начали их согласовывать, а все равно машины произведены. И вот сейчас, в конце года они как раз сгрудятся. И вот сейчас будет очень интересная картина. На мой субъективный взгляд, декабрь 2013 года будет самым выгодным месяцем в году для приобретения нового автомобиля. Если картина неровная, а она сейчас как раз неровная, 2014 год будет провальным. Все знают, что в 2014 году будет кризис, гражданская война, выборы неизвестно кого, и вообще все будет плохо. Деньги закончились, инфляция традиционная 6%, хотя на самом деле уже где-то 50-60. Народ денежки прижмет, никто ничего покупать не будет. И, соответственно, дилеры сократили планы. И дистрибьюторы тоже представительства не стали настаивать на серьезном увеличении планов. Поэтому 2014 год все уже спрогнозировали с падением продаж. И товарных остатков, и перепроизводства как такового серьезного не будет. Ну, за исключением нескольких брендов, у кого здесь заводы, и им нужно кровь из носу, но эти заводы хоть каким-то сбытом обеспечить. А в целом картина будет именно такая. К вопросу, будет ли завтра поздно, а сегодня рано. Вот сегодня в самый раз. Сегодня можно идти, и вот сейчас вот под декабрь, тем более многие смотрят и понимают, о, точно план года не выполняем, нужно совсем под наличное весло. И тем более вот еще что. Купленные сегодня машины – это завтрашняя загрузка ремзоны. Те, кто сегодня купил, через полгода и год начнут приезжать на ТО. Потом у них начнет отваливаться дополнительное оборудование, которое им впарили. Так или иначе, это загрузка сервиса. А все живут в основном не с продаж, а с сервиса. Под конец года будут предприняты сверхусилия для того, чтобы обеспечить своей ремзоне какие-то более-менее нормальные доходы. Поэтому декабрь будет наиболее выгодным. Январь не будет настолько праздничным и перспективным. И компания Suzuki провела мониторинг по пяти городам. И выяснилось, что 65% населения нашей страны считают, что да, декабрь действительно выгоднее января. И нужно идти и покупать сейчас. Причем компания Suzuki, которая очень профессиональных социологов позвала на подмогу, она задала в том числе вопрос, а считаете ли вы, что вот под декабрьские скидки вам дают неликвид? Нет. 7,6% людей считают, что ничего подобного. Все в порядке. Никакого неликвиды нет. То есть вот эти человеческие ожидания и это эмпирическое угадывание ситуации на рынке находят в том числе подтверждение в достаточно, ну не то чтобы точной, но тем не менее грамотно построенной социологической науке. И декабрь этого года вряд ли повторится. Конечно, возможен кризис 2014-го, когда вообще ничего не будет продаваться. В принципе, и тогда рынок начнет стагнировать, и часть, конечно же, пойдет на то, чтобы начать уже демпинговать в открытую. Потому что хочешь не хочешь, но если у тебя нет ни одного клиента, надо уже хоть что-то делать. Но эта картина и вот эта вот выгода, она возможно по осени, да, действительно нам радужным предложением и улыбнется. А в традиционных муках между декабрем и январем, вот в этот раз сильно выигрывает декабрь. Перерыв на новости. Предлагаю вопрос на голосование. Те, кто считает, что выгоднее всего покупать машину в декабре. 5-5-3-3, русская буква А. Те, кто считает, что выгоднее всего покупать машину в январе. 5-5-3-3, русская буква Б. Нашлось, да, в движении. Молодец. Задрав кочерыжечку, весело перемещается по московским запруженным улицам. 7 баллов. Мэйл.ру без движения. 8 баллов. 65, 10, 9, 9, 6. Ну, понеслась. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Сергей, я хотел бы слушать вашего совета. Хочу приобрести автомобиль. У меня на первом плане Шкода, Супер Би Комби или Фольксваген. Что вы посоветуете лучше взять? Двухлитровый дизель. А Фольксваген-то какой? Пассат? Да. Шкода больше автомобиля за те же деньги предлагает. И у нее хороший мотор. Моторы, правда, у них абсолютно одинаковые. Но в прямом сопоставлении Комби, Шкоды и Пассата, ну, Пассату вообще-то далеко. Он как раз находится в той самой позиции, которую мы так часто любим наблюдать у остальных. Он нервно курит в сторонке, глядя на Суперб. Суперб недосягаем. Он молодец, и когда вам нужно будет, например, в этой машине немножко пожить, в Пассате не получится, а в Супербе получится. Там будет как раз достойно и с размахом. Вы не поверите. Владимир Второй. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Рад вас слушать. За передачу. Я ее две недели, два месяца уже слушаю. Я, честно, доволен. А как вы относитесь к автомобилям таким маркером Renault Sandero, двигателем 1.6, 85 лошадиных сил? И ко второй машине это кореец Kia Rio. 1.4 двигатель, 107 кав был. Надеюсь, не на автомате Rio? Нет. Я не люблю автомат. Только предпочитаю, только механику. Понятно. А вы, соответственно, сами за рулем. А сколько вам лет, Владимир? Мне 47, я больше 20 лет за рулем. Понятно. Ну, то есть у нас с вами все антропометрические данные совпали. Мне тоже 47, и я тоже чуть больше 20 лет за рулем. Итого, Владимир, судя по всему, вам уже гоночная машина не нужна. Нет. Потому что вот Renault с мотором 1.6 был бы гоночной машиной. С 1.4 это просто хорошая машина. Sandero выигрывает у Renault тем, что потолок повыше. Соответственно, можно, если что, лампочки повесить, шторки, фикус на подоконник. И у Sandero у него хода подвески больше, чем у Rio. Rio он поплотнее сделан специально для того, чтобы на дороге стоять острее. У него там по задней подвеске были нюансы с амортизаторами. Ну, в общем, более-менее решены. А Sandero он сразу на такой подвеске, который по барабану все эти проблемы. Он хлюп в лужу, бряк в яму и поехал дальше. Поэтому как только с асфальта, Sandero лучше. Как только по городу, по асфальту, Rio лучше. Вот. Спасибо огромнейшее. И я еще хотел бы... Я как бы слушаю все ваши передачи про этих дядей в погонах и вот эти незамерзающие. Вы знаете, это вообще просто кошмарно. А вы себе заливаете какую незамерзайку? С обочины или из магазина? Ну, я честно не знаю. У меня машина... Я работаю на Nissan Tiana. Автоматическая коробка передач. Я не знаю, какая. Она ленинградской сборки. Честно, я не очень ей доволен. Конечно, машина комфортная. Ничего не могу сказать. Шумоизоляция отличнейшая. Замерзайку какую привозят, такую я и заливаю. Я не знаю, откуда они там берут. С обочины или в магазине? Я не знаю. Если воняет, значит из магазина. Если не воняет, значит с обочины. Владимир, а скажите, вот какая средняя сумма взятки, которую вы платите гаишнику? Ой, вы знаете, я два года уже стараюсь как бы не нарушать. И взятки стараюсь не давать. А почему? Ну, у меня не получается. Я не стараюсь как бы нарушать. Вы сразу перед вопросом сказали. Вы не гонщик? Я тоже стараюсь сказать. Я не гонщик. И стараюсь как бы... У меня спокойный стиль езды. Эх, да. Вот она красота какая. Сергей, алло. Алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Очень приятно вас слышать. Я тоже рад вас слышать, Сергей. Сергей, у меня вот как бы одна история сначала про гаишников. И вопрос потом. Давайте. Значит, ну, очень понравилась запись вашей беседы с инспектором Пауковым. Да. Представляете, а сейчас говорят, что какой-то Пауков у нас баллотируется на должность владельца ГАИ Московской области. И у меня все спрашивают, не тот ли самый? Ну, может быть. У меня был случай в Талдомском районе. Я повернул с Т-образного перекрестка на главную дорогу. И, естественно, в районе Т-образного перекрестка две сплошные, то есть обгон запрещен. И тут же уперся в зад в моем машине, которая съезжала на обочину. Я ее так объехал. Вот. Может быть, заехал мы сплошную, но никакого обгона, конечно, там не было. Где-то через километр стоят два архаровца. Вот. Они меня останавливают. Один говорит. Ну, вы нарушили. Я говорю, а что нарушил? Там обгон запрещен, выезд на встречную полосу. В общем, все, сейчас будет расстрел. Да, обязательно. Идите, присядьте в машину. Я иду, присаживаюсь. И пока я дошел, я обернулся посмотреть вот туда, где я якобы совершил правонарушение. Машина там размером с булавочную иголку. С булавочной головкой, понимаете? Не видно. Вот. И я его спрашиваю, когда присел в автомобиль, я говорю, дорогой, а как вы определили, что я что-то обгонял там? Вообще я ли это был или кто? Он говорит, да вот у меня бинокль есть, я тут это самое. Я говорю, бинокль, это ваш служебный прибор? У вас есть свидетельство о поверке бинокля? Он так сразу осекся и говорит, нет, это мой личный. Я говорю, ну что будем делать? Писать протокол? Я говорю, да, пишем протокол. Пишите, пожалуйста, номер бинокля, номер свидетельства о поверке. Я говорю, бинокль же он, это прибор, которым вы установили, что я нарушил правила. В общем, мы с ним ругались минут 20. Документы он у меня все-таки забрал, сказал, что я отдам их в суд. В результате я ездил в суд с Талдом, но он испугался до такой степени, что когда я приехал их забирать, оказывается, он на меня написал рапорт, что я ему угрожал. Угрожал не дать денег, еще бы, это страшная угроза для гаишника. Нет, в конце он мне сказал, вообще надо решать вопросы по-мужски. Я говорю, по-мужски это как, дать тебе денег, что ли? Я говорю, ну это признак мужественности будет с моей стороны. Я говорю, денег я тебе не дам. По-мужски это снизу в челюсть на самом деле. Ну да, да. Снимай погоны, и раз ты уж такое частное лицо с собственным биноклем, давай сейчас поговорим. Так закончилось все тем просто, что протокол признали недействительным, потому что он даже не написал, кто его составил в конечном итоге. А, ну да, доказательства, полученные с нарушениями, в суде не принимает свое внимание, все правильно. Замечательно, судья закрыла дело. Очень хорошо. Да, она при этом сказала, там такая девушка молодая, симпатичная в Талдоме, мировой судья, она сказала, да, я знаю, они вот там все время стоят, и всем этими биноклями, значит, вот. Я говорю, ну а как же вы вообще? Вот она говорит, ну а что я сделаю? Она имеет полное право не принимать эти доказательства. Просто вы, Сергей, молодец, вы первым нашлись, кто взял и всерьез расставил точки над «и». За это вам огромное спасибо. Очень правильно поступили. Ну, вот, вопрос по машинам. Значит, такое вот сравнение как бы двух машин. Toyota RJ Cruiser. Ух ты. И Jeep Wrangler. Вы готовы еще немножко повисеть на линии и продолжить после новостей? Да, готов. Оставайтесь. Продолжаем приятную беседу с блистательным Сергеем, который одолел гаишников, а заодно мировой Талдомский суд. Сергей, и того, у вас Toyota или Wrangler, она для имиджа или для серьезного бездорожья? Вы знаете, я, в общем-то, не для имиджа абсолютно точно. Для имиджа, наверное, все-таки Prado или 200-й больше подходит. Ну, Prado, знаете, и Prado так тоже на вашем имидже такое пятнышко оставляет немножко сомнительное. Ну, да. Ну, тогда Lexus какой-нибудь. Нет, вы знаете, меня интересует... Конечно, там универсальность, наверное, не очень пахнет. Да, вот как бы, все же. Но у меня сейчас есть Хосе-90. Ух ты. Да, и чуть-чуть меня напрягает ее поведение зимой на каких-то там, ну, скажем так, в ближнем Подмосковье, на льду, который там периодически попадается. А какого года у вас Хосе-90? Она свежая, совсем не год. А, понятно. Странно, потому что у вас в любой ситуации на заднюю ось дается 10% крутящего момента. Дается, дается. Только я это сравниваю с переднеприводным Citroen C4, который у меня был до этого. И у него, хотя этот автомат четырехступенчатый все ругают, там шикарный зимний режим, который совершенно вменяемо себя на всех вот этих вот скользких участках вел. Вот. Вот Хосе, не знаю, она как-то вот... Он тяжелая. Она просто тяжелая. Знаете, в чем проблема? Я боюсь, когда вот этот момент, когда муфта начнет передавать больше момента на заднюю ось. Я сомневаюсь, если я дам газу, у меня сейчас зад выпрыгнет вперед. Может. А может и не выпрыгнуть, а понести боком. А резина какая у вас? Хакопеллита восьмая. Ух ты. Шукованная. Да, то есть здесь все замечательно, потому что на восьмой Хакопеллите никаких проблем. Получается, что слишком тяжелая машина, и управлять ей неудобно против той легкой C4 Citroen игрушки, которая доставляла удовольствие и радовала адекватностью. То есть вот в этом тяжелом ящике вам просто сложно. Ну, вы знаете, вопрос в том, что я, например, ездил на Grand Cherokee, ну, катался, да, там по-другому чуть-чуть распределяется момент между передней и задней осью, конечно, он... Он заднеприводный, он имитирует заднеприводность? Ну, конечно, он лучше себя ведет гораздо. А вот не факт, потому что Grand, менее заточенный по подвеске, более валкий и имеющий перераспределение крутящего момента по осям в сторону заднего привода, он вам просто понятней был. Но по своим тактико-техническим характеристикам Хосе 90-м он уступает. Здесь вопрос, что называется, присидки. С Хосе что-то не пошло, потому что довольно странно, тем более, что у него и электронный ошейник очень хорошо отлажен, и на Хосе 90-м, когда начинаешь вываливаться куда-нибудь наружу поворота, то электронный разум начинает бороться за живучесть корабля. Ну, и за вашу заодно, на всякий случай. Вы знаете, там какие ситуации, например, узкая дорога и в середине лед, и так приходится правым колесом чуть-чуть заезжать на такой как бы уже небольшой сугроб. И вот правое колесо переднее заезжает, а правое заднее его тащат вместе с задним левым. Его начинает... вас что, начинает ставить поперек? Да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, знаете, Сергей, это ситуация, когда у вас разные грунты, справа, соответственно, на любой... Вот в такой ситуации вы на какой машине не поедете, вам все равно прикусит правый борт. Вот на чем бы вы туда ни сунулись. Даже на газоне 53-м. И вас начнет все равно хватать с правой стороны, потому что там рыхлое и там глубже. Это не совсем к машине. Это к условиям, в которые вы машину поставили. И если продолжать в том же духе, то вам, соответственно, нужно газом и рулем ее корректировать, и электроника начнет тихо сходить с ума и подкидывает крутящий момент во все стороны, пытаясь понять, что происходит. Ну, я, в общем-то, так и делал, в принципе, да. Но вот просто понимаете, какой-то момент, вот как это формулируется, точнее... Сергей, претензия к машине не принимается. Когда на более легком C4 в подобной ситуации вы оказывались, если бы вы туда вляпались, например, на Матисе, то Матис бы, в принципе, перепрыгнул и поскакал дальше, задрав хвостик. Потому что он легче. Вы на Хосе 90-м туда вваливаете, он раза в два тяжелее, чем C4-й, соответственно, ему, конечно, сложнее, он закапывается глубже и решительнее. Тем более, если хорошим ходом туда войти, а грунт совсем рыхлый. И здесь смена машины вас не спасет, потому что какая разница, вы будете совершать подобные поступки на Крузере или на Ренглере? Нет, я не к смене машины вообще говорю. Я, в принципе, вот интересуюсь, что вы думаете по поводу именно FJ-Cruiser и Ренглера. А Ренглер третий или второй? Последний или предпоследний? Последний 3.6 бензиновый мотор. О, тот, который... Он хорош. Я бы даже так сказал, что... Я бы даже так сказал, что коротко-базный. У него мне очень нравится мощность двигателя и блистательный ценник. В 2 миллиона. И хочется спросить у того же самого Синьора Горелли. Скажите, Синьор Горелли, вы с дуба рухнули или с Баобаба, как полагается? Вы с какого переляку такой ценник поставили на машину, которая вообще не продается? У нас нет продаж и Ренглера в нашей стране. Ну, к сожалению. И FJ Cruiser тоже в Америке стоит 25 тысяч долларов. Это как и Ренглер. Да, но FJ Cruiser у нас всегда хитро попавший в нашу страну окольными путями и официальной дилерской сети от него открещивается. Хотя, конечно, там 239 лошадиных сил тоже будет здоров по налогам, как красиво выглядит. Там 4 литра таких, совсем сказочных. Но вот чем хорош Ренглер, он имиджевый, чем он плох, он заднеприводный, чем он совсем плох, он непродаваемый никогда. И эта машина, она для того, чтобы красиво с девочками прокатиться летом. Замечательно закопаться на грядке зимой, потому что пока вы ему подключите перед, пока вы ему активируете все и попытаетесь выскрести, вылезти, выбраться, ну, уже будет поздновато. Хотя, конечно, Ренглер это довольно интересная машина, нет такого человека, который не хотел бы купить себе джип Ренглер. Я таких не встречал, некоторые просто скрывают это активно. Но эксплуатировать его сложно, продать его нереально, и количество подлянок, которые он кидит, ну, такое, знаете, достаточно предсказуемое, поскольку все-таки, здравствуй, Америка. С крузаком чуть проще, у вас его два раза попытаются угнать, три раза будут предлагать за него приличные деньги. Сам по себе аппарат очень достойный, но единственное, что прожорливый, поэтому народ всегда ставит туда газовое оборудование, чтобы хоть как-то. Все-таки 4 литра эти, они очень с большим аппетитом пьют бензин. И кузов все-таки двухдверный, потому что протиснуться туда сзади, ну, сложно. Ну, зато между двумя имиджевыми машинами Тойота, по крайней мере, имеет хоть какой-то вариант применения. А джип, он просто великолепен, ну, вот совсем великолепен. Прям так здорово на нем, но не более того. Ну, а вот так вот из таких, скажем так, вот в районе двух миллионов уже, кроме этих машин, наверное, ничего уже вот именно в полном приводе, в нормальном он на раме уже не взять. Да, я не беру, конечно, корейский. Ну, есть там еще на раме всяческих парочка Паджеро вместе со Спартом, которые позволяют. Есть немножечко еще в пикаповедении мировом тоже кое-что у той же самой Тойоты и еще там Ниссан из последних сил. И, в общем, в принципе, если рама, полный привод, да еще раздатка-понижайка, то выбор у вас как раз из количества пальцев на руке, а не раз-два и обчелся. Там раз-два-три-четыре-пять и обчелся. И Сузуки Джимни. Сузуки Джимни, у него единственная проблема. Он уже, чем колея. Поэтому он прыг-прыг, бряк, хлюп и все. А так, конечно, он до последнего, да, рамничек. Причем у него уже спереди мостик-то какой. Ух, там такая балочка, как у взрослых. На нем очень даже. Тем более, что он и на автомате так. Пых-пых-пых-пых-пых-пых и за квадроциклом. Вполне себе многое может позволить. В общем, непонятно, что делать. Вопрос, что делать, был задан в 1863 году. Посчитайте, сколько лет. 150 лет, юбилейная дата. Голосование у нас идет довольно своеобразно. Пока народ считает, что декабрь выгоднее. И повторю вопрос, когда лучше покупать машину? Ну, чтобы по максимуму скидок и преференции в декабре 5533-А или подождать января 5533-Русская буква Б. А вдруг это отзовется еще более интересными предложениями. Сергей, здравствуйте. Алло, добрый день. Здравствуйте. Сергей Подольск. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, Сергей, за передачку. Хотелось поделиться впечатлениями о покупке. Буквально два дня купил Ниссан Кашкай. Ух. И как с дилерами, так сказать, обходился и работал. Расскажите. Вот, действительно, решил, то есть машину поменять. У меня форфокус был, я его сыну отдаю. Машина доволен, 180 тысяч прошла. Еще, наверное, столько же проходит. Но нужна была новая, так сказать, машина. В июне месяце было что-то дорого. Потом пошли скидки 50 тысяч рублей от официальной цены, которую, кстати, Ниссан давала. В декабре начали уже скидки 100 тысяч. Но при, так сказать, мониторинге и посещении автосалонов не все хотели давать эти 100 тысяч. Хотели дать 50 тысяч и плюс там видеорегистратор, там что-нибудь еще, там, ну, резину, может быть, максимум. Вот. В конечном итоге пришел в УСЕР и сказал, «Хочу от Qashqai вот в такой комплектации, но за цену такой нижней комплектации». Правильно. Что как раз была разница, где-то было, ну, полный привод, 2 литра автомат. Разница как раз там получалась 100... 120 где-то тысяч рублей. Но начали, опять же, уговаривать, побежали к менеджерам уговаривать. «Не-не-не, нет, мы вам еще что-нибудь подарим». И так далее, и так далее. Говорят, нет, мне нужны деньги, скидка. Ну, когда скидку дали, взмолился менеджер, сказал, говорит, «Меня же это самое штрафуют, блин, я же вообще ни копейки не заработал. Кредит не хотите, страховку...» Кстати, страховку вы посчитали, каска в салоне, она мне обошлась будет от 45. Это с франшизы в 10 тысяч рублей до 60 тысяч рублей. Это без франшизы. Хотя я сам в страховую поехал, и мне предложили 30 тысяч рублей и 45 тысяч рублей. Замечательно. Сергей, вы молодец. Вы очень гработный покупатель. Ну да, то есть, как я понял, страховка, каска, они накидывают свою цену. То есть не берут дилерскую скидку со страховой компанией, а просто свои деньги накидывают, то есть свой интерес. И очень долго меня пугали тем, что «не-не-не, страховать только нужно у нас, мы в комплексе продаем машину». Я говорю «хорошо, тогда я вот, деньги вот у меня, я пошел в другую компанию, которую продает Nissan». Блистательно. Блистательно, Сергей, вы молодец. Поэтому менеджер сказал «все, ладно, хорошо, вот вам скидка в 104 тысячи рублей, давайте договор предоплата, все, деньги занес». Но на доп. оборудование, защита картера, там, сеточку поставить, антикор сделать за них. Ну, жлобство, вот у Renault, что они там за 10 тысяч дают от завода, притаскивают в салон машину, а у Nissan, то, что у них за них подкрылков нет, ну, в том числе, ну, Кашкай в большинстве. И, ну, ладно, то есть вот на доп. оборудование... На доп. оборудование нужно обязательно всех ограбить. Новости. Вчера вечером, в воскресенье, в 22 часа 31 минуту, когда все дети выпили парного молока на ночь и выслушали родительскую сказку, исполнив мечту Буратино, из лесу вышел Василий и написал нам на сайт письмо. — Добрый день, — написал он. — Прошу помочь определиться с выбором автомобиля. Есть в лесу 1 миллион рублей. Хочу универсал. Вроде определился со Шкодой комби. Или суперкомби. В салоне, но не у дилера. Отговорили. Сказали, дорогая в обслуживании, и скоро будет новый автомобиль у Шкоды. Предложили Nissan X-Trail. Но это не мое. Хочу дизель-автомат, универсал. Кстати, как вы относитесь к дизелям? — Спасибо. Жду. — Василий, вот судя по тому, что вы живете где-то не в нашей стране, и в вашем лесу есть телефон, но нету интернета, нету почтальона и нету, соответственно, почты, вы пребываете в каком-то очень странном представлении о том, как выглядит модельный ряд Шкоды и его обновления. В чем разница между Шкодой комби и суперкомби, я вообще не знаю. Я первый раз в жизни слышу о том, что это как-то отличается. И что такое суперкомби, для меня пока загадка. Возможно, это вы имеете в виду какой-нибудь суперкомби. Ну, тогда я хотя бы понимаю, что это, да, машина большая, из кузова универсал. При этом я не очень понимаю, с кем это вы советовались не у дилера, и кто это вам сказал о том, что скоро будет новый автомобиль, когда это скоро уже наступило для всей остальной страны, кроме вашего леса, и машина в наличии. Пожалуйста, можно прийти, потрогать пальчиком и даже заказать. Поэтому вы правильно, конечно, определились, но после того, как вы вышли из лесу, вам нужно дойти до ближайшей станции электрички, сесть, приехать в Москву, пойти к дилеру и посмотреть уже на существующее товарное предложение и спокойно купить себе дизельную Шкоду комби, либо суперкомби, и счастливо на ней ездить. Срок поставки будет, да, не под новогоднюю елочку, но будет, и ваш заказ примут, и вообще-то все хорошо. А когда вы не у дилера, я не очень знаю, как выглядят эти достойные ребята, судя по всему, в ватниках, в новеньких кирзовых сапогах, ремонтирующие трактора в МТС, но когда они говорят о том, что дорогая в обслуживании, знаете, дешевая в обслуживании машина на сегодняшний день мне неизвестно. Если у официального дилера, я не знаю дешевого обслуживания, я знаю более дорогое, менее дорогое, зверски дорогое и невыносимо дорогое. Это четыре разных стадии одного и того же процесса. Но так, чтобы вот где-то найти недорогое обслуживание, Василий, если вы из города все-таки доберетесь, вернее, из леса до города, найдете вариант и купите себе машину «Универсал», которая будет недорогой в обслуживании, пожалуйста, найдите еще почтальона, пусть он весточку к нам сюда на радио принесет и тоже расскажет о том, чем же все закончилось. Чрезвычайно интересно. Ну, вообще, конечно, тяжко у Вас там в лесу. Сергей, здравствуйте. Алло. Вот. Как хорошо было. Александр, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я рад Вас слышать, Александр. Что у Вас за Дмитрий? Очень приятно. Здравствуйте. Да, слушаю Вашу передачу. У меня такой вопрос, Сергей. О наболевших дилерах, да? Вот. Менял бампер в дилерском центре по страховому случаю. И дилер осуществлял покраску собственными силами. И через два месяца краска с бампера светела. Вот вопрос такой. Обращаться мне опять в страховую компанию или непосредственно к дилеру, который должен по страховому, там, не знаю, по какому гарантийному случаю, мне восстановить всех? Ну, вариантов у Вас много. Потому что гарантия, как правило, на выполненные работы, она эти два месяца, либо там 5-7 тысяч километров пробега. И дилер здесь скажет, что, в общем, к нам тут абсолютно никаких претензий. Поэтому, скорее всего, вам придется серьезно пободаться. И заход здесь вот какой. Дилер существует для того, чтобы выполнять качественные работы на уровне завода. И когда мы с вами пытаемся, например, пойти на ремонт не к дилеру, а куда-нибудь на сторону, вот как Василий, который мне написал письмо, он в лесу там с кем-то говорил по поводу качества машины и их обслуживания. То нас всегда принуждают идти обратно к дилеру, потому что говорят, мы гарантируем вам качество. Но в таком случае непонятно, почему гарантия на работу должна быть 2 месяца. Обязаны сделать так, как на заводе. Ведь на заводе же машина краску не теряет с бампера через 2 месяца. Значит, было нарушение технологии. Поэтому вам нужно будет идти юридическим методом, давление на них, писать жалобы, писать заявления, натравливать на них Роспотребнадзор по Дмитрову. Причем Роспотребнадзор по городу Дмитрову, несмотря на то, что Онищенко уже не с нами. Он принимает в электронном виде, отвечает очень хорошо штрафными санкциями. Не в вашу пользу, но тем не менее в пользу дилера. После чего вы через какое-то время приобретете достаточно юридический опыт и может быть даже еще свежепокрашенный бампер. Хотя, конечно, вряд ли. Потому что задача дилера каждый раз доказать клиенту, что клиент не прав. Артем, здравствуйте. Алло, это я? Это вы. Ну, скорее всего, Артем, вы. Я Сергей. Эфир вашего услуга. Здравствуйте, Сергей. Говорите. Алло. Говорите. Как, у меня вот время осталось мало. У меня такой вопрос стал обладателем Ford Fusion. Ух ты. Да. Простите, Артем, а времени мало, это вы у кукушки узнали? Нет. На часы смотрю. А. И долго жду, да. Долгие лета нам с вами. Так, и что у вас с Fusion, кроме радости? Так, ну, самый главный вопрос, это по поводу коробки автомат. Она робот или автомат? Робот. Робот. Ну, робот-вариатор я до конца не могу сказать. Наверное, робот. А на роботу мотор 1,4 или 1,6? 1,4, 80 лошадиных сил. Понятно. Робот. Ну, вам придется к нему привыкать, потому что он же вас заталкивает в свой алгоритм. Он переключается так вот несколько не всегда понятно как. Вы знаете, как устроен робот? Вот в вашем случае. Это обычная коробка передач, просто вместо вашей левой ноги стоит электрический мотор. Поэтому вы правой газуете, тормозите, а машина вместо вас выжимает педаль сцепления. Там есть сцепление. Просто оно не ваше. Самый главный вопрос по поводу замены масла. Как я слушал вас, все-таки оно там меняется, и нужно за этим следить. У вас обычная коробка передач. Самая обычная коробка передач. Вот совсем простейшая механическая коробка передач. Там, конечно, масло меняется. Естественно. Там просто вопрос в том, сколько? Через каждые 30 тысяч, через 60 или через 90. Ну, чем чаще, наверное, тем лучше следить за этим. И учитывая, что у вас механика, я просто не знаю, как именно Ford относится к своей механике. Вот у Focus, например, она как часто требует замены масла в коробке передач механической. Потому что я знаю, у GM обычно сервисный интервал по разным моделям, в зависимости от нагрузки. Там от 30 до 60 тысяч. Но в любом случае нет ни одного масла, которое живет больше 60 тысяч в коробке передач. То есть, вообще-то, водораздел — это 40. Вот 40 тысяч километров пробега, любой агрегат, особенно, когда вам говорят, что там вечная жидкость залита на весь срок службы, значит, 40. Вот не больше. Я понял. Ну, к сожалению, соответственно, он был взят в БУ в салоне. И, кстати, к вашей теме передачи по поводу новых автомобилей в декабре месяце. Объездил я тоже немало. Ну, финансы не позволяют, конечно, классный премиум, но был и в салоне «Жигули». Ух ты! Я к вас ударил это судьбой. Ну, Ларгус, как бы, все-таки что-то хоть как-то. Ну, да, надежда есть, да. Да, да, да. Ну, опять же, два месяца ожидания. В наличии только с доп. оборудованием и так далее. То есть, не замахнуться уже. Ну, рассматриваются разные варианты, но везде, как бы, ответы по телефону очень сильно расходились с ответами по приезду в салон. Конечно. И даже в «Инкомавто», ну, я назову, да, можешь? А «Инкомавто», поскольку не существует, то это была серая подделка, на которую вы наступили. Тем более, тем более. «Инком» разорился два года назад, сдох и бельем порос. А воровские конторы, которые используют его название, не имеют отношения к «Инкому» никакого. Ну, там просто улыбаясь, мне сказали, что вот, как бы, тот человек, который вам отвечал по телефону, мы его никогда в глаза не видели и вряд ли увидим. И вообще он уже уволен давно. Ну, приблизительно так же, улыбаясь. Да. Рассматривал я «ЗАЗ-Шанс» с двигателем 1.4, коробкой «Автомат». Ну, как бы, предыдущая машина у меня была «ЗАЗ-Шанс» с «Белитопольским» родным двигателем. Проездил я на ней два года. Всего машине уже пять было до вчерашнего дня. Ну, сказать, что совсем плохая не могу, но хорошего тоже мало. Ну, «Белитопольский» мотор всю жизнь был плохой еще со времен советской власти. Ну, по сравнению, как бы, с «Жигулями», все-таки комфорт салона и гидроусилитель руля, и еще там, ну... Ну, это корейская машина, она недосягаемая. Знаете ли, на «Автовазе» такое не изобретут еще лет 20. Да, да, да. То есть, как бы, вот эти вот, как сказать, мечты, не мечты, или уже привычка, как бы, все-таки потянули меня посмотреть, что предлагают по поводу «ЗАЗ-Шанса». Артем, вы правильно сделали, что ушли от всего этого? Встан врага и отдались империалистам, и теперь у вас нормальная машина «Форд Фьюжн». Результаты опроса 67% считают, что лучше всего покупать машину прямо сейчас, в декабре. 33% говорят, да ладно, в январе тоже все будет хорошо и достаточно сладко. Видите, практически перевес в два раза. Ну, я тоже, на самом деле, на стороне тех, кто в декабре готов потратить деньги на машину. Единственное, что не кредит, потому что картина, как будет там по финансам складываться, 14-й год, она настолько пугающая. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова